Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Семипалатинск, Омск и Новокузнецк. Именно эти города России могут похвастаться визитом Федора Михайловича Достоевского. Повезло и краевой столице. Правда, у нас писатель все шесть раз был проездом. Собственно, так и назвал свою новую книгу драматург и писатель Вадим Климов. Жанр ее, по сути, уникальный. Этот текст называется пьеса-экскурсия. Это не просто пьеса, в которой действующие лица о чем-то друг другу пересказывают. Это экскурсия по Барнаулу, которая рассказывает о Барнауле, начиная с 1857 года, в тот год, когда пребывал здесь Достоевский, и до 2021 года, до современности. Достоевский единственный величайший мировой писатель, который был в Барнауле. Ну, так сложилось. И история Достоевского и Барнаула очень любопытна. В пьесе шесть локаций, одна из которых изображена на картине Алексея Дрилева из Фонда Музея литературы, искусства и культуры Алтая. Это бал горных офицеров по случаю приезда писателя. Эксперты говорят, офицерское общество нашего города тепло принимало Достоевского. Историки считают, что во время ссылки, а именно тогда он бывал в Барнауле, Федор Михайлович пытался вернуться к писательскому поприщу. Писал пьесу для любительского театра. В труппе были служащие горные офицеры-инженеры, увлекающиеся театральным искусством. В принципе, для Сибири это явление было, ну, по сути, уникальным. И поражало очень многих исследователей, и путешественников, в том числе, и европейских, которые наш город в середине 19 века посещали. Конечно, печататься в то время Достоевскому было еще нельзя, но поставить пьесу, попробовать было вполне возможно. По словам автора, описанный в книге маршрут может стать полноценной уличной экскурсией, тем самым послужив развитию туристического кластера города. Это может быть действительно любопытным проектом, экскурсией, которая на самом деле может привлечь не только внимание местных туристов, которые приезжают в Барнаул, а школьников и всех остальных, но и действительно из-за рубежа людей. Но для этого надо что-то сделать, нужно какие-то подготовить проекты, программы, нужно сделать локальные точки. Вот вам шесть локаций и вперед. Произведение Климова в электронном формате доступно на Литрессе. Печатный тираж ограничен и уже расписан по своим получателям. А между тем, по мотивам книги ожидается спектакль, премьера которого состоится в ноябре в Крепостном театре. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский, Алексей Фризин. День с толком.